Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке и получай деньги за любые действия по счету. Друзья, всем привет! Сегодня я работаю на этой тачке Cherry Tiggo 7 Pro. Я ее взял в аренду за 3000 рублей в сутки. Это Comfort Plus. Также машина проходит по тарифам Comfort и Econom. Тачка уже вся чумазая. Мне пришлось постараться, чтобы ее взять в аренду. Китайских автомобилей сейчас будет становиться все больше и больше. Даже в этом дворе еще один недорожник стоит. Кроссовер. Как всегда, когда ехал в парк, сказали, что автомобили есть в наличии. В итоге получается, что водителей много, а машины, сказали, закончились. Пришлось чуть ли не драться, чтобы получить этот автомобиль. Да, 3000 в сутки аренда плюс 100 рублей страховой депозит. Пробег не ограничен. Машина практически новая. 18 тысяч километров здесь пробег. Очень свежая. Вчера купил, кстати, омывайку. Залил дорогущую омывайку за 500 рублей. Потому что, когда, как правило, выезжаешь из таксопарка, ничего нету в комплекте. К сожалению. Пока эти автомобили новые, они реально комфортные. Пассажиры тоже удивляются. И я бы не сказал, что они рады. Я вчера несколько заказов выполнил. Вы сейчас можете посмотреть на приложение Яндекс.Про. Пассажиры говорят, что им все равно на чем ездить. Хоть на Камри, хоть на Оптиме, хоть на Китайце. Вот автомобиль я не мыл, потому что в ближайшие дни это будет ее натуральный цвет. Хоть мой ее, хоть не мой. Даже за 50-100 рублей, конечно, можно помыть. Но придется ручки протирать. Чтобы пассажирам было удобнее садиться. Чтобы они не пачкали свои руки. Ну а так я вчера поработал. Мне очень нравится. И, если честно, я не хочу больше пересаживаться на Камри и Оптиму, если выходить в К+. Только теперь кроссоверы китайские. Мне очень понравилось работать на Chery Tiggo 7 Pro. Вы, наверное, знаете, да, что у меня есть свой парк. Я подключаю пеших курьеров, курьеров на автомобиле и водителей такси. Номер всегда актуальный. Пишите, я отвечу всем и подключу за 5 минут. Вот так выглядят ключи. Когда подходишь к автомобилю и двери заблокированы, зеркала автоматически выпрямляются. То есть автомобиль видит, что вы находитесь рядом. Ручка как у BMW. Вот это. Все, и поехали. Все очень комфортно. Сенсорные кнопки. Экран тоже сенсорный. Когда подключаете iPhone, все меню становится как у iPhone. Очень красиво. Как будто у вас автомобиль от Apple. Есть куда камеру закрепить. На липучку поставил. То есть сегодня вы будете видеть пассажиров. Тут было два деления топлива. Я заправил. Дозаправил и получилось на 2000 рублей. Полный ваг примерно 95 на 2300 где-то рублей выходит. Все звуки у автомобиля китайские. Сейчас я вам это продемонстрирую. Даже когда переключаете режим, звуки китайские. Смотрите, как у Тетриса или Тамагочи. Вот, спорт режим включается. При спорте он действительно круто едет. И обратно, эко режим. Глушим автомобиль. Выходим. Даже если нажать на кнопку, тоже китайский звук издаёт. Смотрите сами. Салон обычный. Ничего особенного. Под кофейники. Кстати, неудобно то, что когда здесь кофе ставишь, если больше чем 0,2, оно задевает вот эту крышку. То есть большие стаканы неудобно ставить. Что ещё? И тут подлокотник. И вчерашние пассажирки мне оставили, милые пассажирки, конфетку. Обёртку вот такую. Это, наверное, подарок мне на Новый год. Ладно. Здесь лужи образовываются. И пассажиры, к сожалению, бросают проводку прямо на пол. Когда заканчивают зарядку, приходится даже протирать провода иногда. То есть они подзарядили телефон, сразу так, пим, и выкинули. Вчера у меня в салоне никто не курил. Здесь и что, это не мой косяк. Запомните, пожалуйста, на сиденьях, на задних. Пробег у машины 18 тысяч, то есть на ней уже кто-то ездил. Вчера заказы были очень дорогие. Ночь с пятницы на субботу. Там за 20 минут 1300 рублей. То есть аренда легко очень отбивалась. Я специально побольше накатал, чтобы сегодня не думать. Аренда в этом парке списывается два раза. 12 часов ночи и 1500 рублей. И еще раз 12 часов дня 1500 рублей. Плюс страховой дебозит 100 рублей. 3100 рублей в сутки списывается. Машина новая, я получил кучу преимуществ. Год выпуска автомобиля. Машина 2022 года, очень свежая. Плюс 7 рейтингу сразу. Брендинг машины сразу плюс 5. Опытный водитель 100 дней с поездками, плюс 1. Если еще включить самозанятого, то плюс 5 получится. Мы начинаем прямо здесь, Рязанский проспект. А вот мы начинаем, прошу обратить внимание, в 13.22. Катура на улице, минус 1 градус. Каз. Рейтинг клиента 4,78. Блин, не успел принять. А может и хорошо, что не принял заказ. Рейтинг клиента все-таки низкий. Хоть и заказ с кефом. Сейчас поеду на Хорошовскую и там буду ловить. Поймал первый заказ. 4 минуты подачи 2 километра. Заезжаем во двор. Тут шлагбаум. В принципе, до подъезда недалеко. Ставим на месте. И паркинг. Мирославский вокзал, остановка такси. Это как называется бренд? Черитига? Черитига 7 Pro. 7 Pro? 7 Pro? 7 Pro. Да, сейчас еще 8 есть. Ну и как он? Отличный автомобиль. Серьезно? Ну я второй день только езжу. Мне все нравится. 18 тысяч километров пробега. То есть, в смысле, он уже не новый, вы сели на него, да? Но вы второй день просто на нем трудитесь. Да. Отличный автомобиль. А в чем отличность его? Комфортный, высокий. То есть, это кроссовер. Ну да. Не знаю, как пассажирам, но как водителям очень хорошо. А до этого на каких машинах ездили? Mercedes E200, Optima, Camry, Octavia, Solaris, Rio. Неужели вот эта машина лучше, чем Camry, Optima? Ну, мне как водителю лучше. Так, время 13.59. Поездка завершена. Очень удобно, конечно, на китайце работать. Высокая машина, большая. Люди интересуются. Багажник открывается с кнопки. Небольшой перерыв. Сходил в библиотеку. У нас долгая поездка без кэфа, но рейтинг пассажир 5. Берем коттеджный поселок. Сейчас поедем до подачи 800 метров. Я их люблю. Я долгие поездки. Сейчас будем наслаждаться большой суммой. И будем ездить без светофоров где-нибудь за городом. Это очень круто. Расслабляет. Нахожусь на метро Бауманская район. Очень прикольный район. Кстати, кстати. Со старыми домами. В случае долгой поездки, главное, чтобы пассажиры были нормальные. Адекватные. Тогда можно хоть 10 часов ехать с ними. Классно сказать, ребята, после этого автомобиля обратно на Камри и Оптиму пересаживаться я не хочу. 150 метров осталось до подачи. О, повезло с пассажиркой. Очень даже. Сейчас, секунду. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Коттедный поселок Старый Свет. Угу. Отлично. Коттедный поселок Старый Свет. Спасибо, Тесна. Вы очень симпатичная и милая девушка. С вами очень приятно ехать. Спасибо. Идет снег. Летели по автомагистрали. 110 километров в час. Вообще было люто, короче. Люто опасно и драйвово. Здесь, конечно же, уже заказов не будет. 2300 рублей. Как бы дико горят в Москве вообще. Поставил кнопку по делам. Конечно же, в машине ездить намного лучше, чем работать курьером. И мерзнуть. Сейчас кэф высокий, еще снег усиливается. Еще больше будут кэфы. Тут вес со шлагбаумом. Богатая деревня, кстати. Богатая села. Охранный шлагбаум. И просто так нас не пропустили. Нужно было звонить, заказывать пропуск. Другая поездка на Фрунзенскую улицу. Прикиньте, я поймал заказ в сторону Москвы. Из этого Зажопинска. 7 километров. Ой, 7 минут, 3 километра подачи. Хорошо, что кнопку включил, да, по делам. Поймал К+. Дороги здесь узкие. Вот сейчас машина навстречу едет. Нужно будет разъехаться. Все-таки деревня. Как ни крути. Вот с этим мне, конечно, повезло. Я-то думал, что обратно сейчас пустой буду ехать. Но нифига. Все получилось замечательно. Прикол в том, что ехал я вот по этому лесу. Там белый кружок был знак. Потом кирпич. Под него заехал. И в конце ворота железные. Сейчас я вам покажу. Вот заказали. Хер пойми как. И непонятно, как туда заехать. Хотел позвонить. А у меня денег нет. За счету. Ну, именно на этом телефоне. На этой сим-карте. Да, здесь кирпич. Я бы от него и заезжаю. Пассажир написал. Здравствуйте. Ждите УГБП. Спасибо. Короче, капец. Я сегодня мотаюсь по Московской области. По лесам, да. По полям. Он что, заранее не мог написать? Там какой-то дядька суетится. Беспокоит. Ну ладно, это простительно. В любом случае нужно подождать, потому что... И мне, кстати, ворота, что ли, открывают. Потому что пустым возвращаться невыгодно. Нужно с пассажиром. Сейчас подходит ко мне, интересно, что скажет. Здравствуйте. Деревня Аносино, Лужки, клуб 1, дом Аносино. Вот такой адрес. Ну вот там. Вставайте в стояночку. Туда все выходят. Здесь нету. Никто не выходит, не заходит, не проходит. Хорошо. Пассажир написал, что около КПП. Довяжусь здесь еще одно КПП. Короче, стою пока здесь и жду. Припарковался. Да, да. Сейчас они везде. Ты можешь просто так поставить. Хорошо, ладно. Место какое-то охраняемое. Супер. Везде КПП. Сейчас еще один охранник ко мне подошел и сказал. Две дамы сейчас выйдут. Им нужно куда-то в Москву ехать. Пока припаркуйся, типа, поближе к забору. Вот я сказал, хорошо, ладно. Уже платное ожидание пошло. Одна минута, восемь секунд. Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получай деньги за любые действия по счету. Все, подошли мои дамы. На Камре подъехали с чемоданами. Фрунзицкая улица 1, 3-я улица. 3-я улица. Нет, спасибо большое. Итак, завершилась у нас поездка оплаты картой 2276. То есть туда за 2300 и обратно за 2300. В итоге у нас получаются почти 5000 рублей. В Москве, конечно, поспокойнее ездить, потому что в такую снегопад. Мы сейчас по трассе ехали, и там дичь творится. Ни хрена не видно. Из-под колес вода летит. Жижа. Очень опасно. Вот это садовое кольцо. Даже здесь очень много жижи на дороге. Снежной каши. На разметке вообще ничего не видно. То есть едешь наугад. То новогодние настроеницы, так сказать. А при этом на улице очень тепло. Очень даже. Минус 1 градус. Это практически ноль. Поэтому все тает. Но зато нет необходимости тепло одеваться. Ветровку одел и все. Я супер голодный, поэтому я решил вознаградить себя чаем. Черный чай. Нахожусь во вкусной точке. Все, уже оплатил. Возьму чай. Парковка у меня платная сейчас. 380 рублей в час. Но ничего страшного. 10 минут недорого. Возьму чай и уйду сейчас сразу же. И сразу же поставлю кнопку на линии и начну принимать заказы. Это единственный мой ужин. Больше я есть ничего не буду. Потому что после того, как я поем, не буду работать. Я себя знаю. Мне запрещено вообще кушать в рабочее время. Иначе я забью хер и пойду домой. Поеду точнее. На улице вот такая классная погода. Кстати, вообще супер. Только по трассе ездить не супер. Конечно, вообще грязная стала. Жутко вообще. Мыть в такую погоду бесполезно. Возле порогов загорается надпись TIGGO. Когда садитесь. Что? Сейчас будем включать таксометр. И уезжаем отсюда. Слишком дорогая парковка. Пробки у нас 5 баллов. Кэф и максимум 3,2. Снежная каша. Снег идет. Вот. В планах поехать, наверное, прямо. А, не, лучше развернуться и поехать в сторону парка культуры. Наверное. Хотя, не, лучше прямо поеду. Вот. И буду ловить заказы, если что. Но они, скорее всего, будут. Хотя, не, лучше буду разворачиваться и так же поеду в сторону парка культуры. Потому что, видите, садовая стоит. И мне там точно заказ не упадет. Так как подача будет долгая. Поэтому будем сейчас разворачиваться. А в сторону Кремля я не хочу ехать. Там вообще суета. А так сейчас действительно, ребята, неважно какой тариф. Сейчас все тарифы, мне кажется, зарабатывают. Вот. Даже бизнес, и Майбах, комфорт плюс, эконом, комфорт и так далее. Даже доставки сейчас зарабатывают те, кто пешком ходит. Поэтому подключайтесь к моему парку. Деньги в такси. Актуальный номер ватсапа вы сейчас видите на экране. Я сам лично отвечаю. Сам я подключаю. Подключение займет не более пяти минут. Сможете так же, как и я, работать. И можете взять то же самое. Сейчас многие таксопарки предлагают китайские автомобили. Geely, Atos, Cherry, Tiggo 7 Pro, Jack какой-то там. Разные китайские автомобили. Они все почти одинаковые. Я даже не рекомендую особо выбирать. Просто берете любое и все. Которое проходит по комфорт плюс. Все работаете так же, как я. Я езжу, можно сказать, практически на джипе. Ну, с другой стороны, кстати, хорошо, что все тает. Потому что, ну, это лучше, чем был бы гололед, например. Поймал заказ по К+, 6 минут по факту подачи 2 километра. Но дает полторы минуты. Скорее всего, я пропустил какой-то поворот, пока принимал заказ. Ну, как всегда это бывает. Водитель такси меня поймут. Вот сейчас, что мы будем делать? Искать, разворачиваться. Но заказ с кефом. И еще был комментарий. Попросил пассажира ему не звонить. Ну, мы ему тогда не будем звонить. Будем, если что, в чат писать. Как в бизнесе. Кстати, у меня чаек со вкусной точки остался. Он до сих пор горячий. Я его потихоньку попиваю. Вот. И заказ отменен. Блин. Я сейчас зря старался, получается. Ну, ладно, хотя бы садового кольца свернул, потому что на садовом вообще лютая дичь происходит. Слишком плотное движение. Видели, да, как малолитражку поджали? Два кроссовера. Это было сурово. Вот. Сейчас на тихую улицу свернем, где нет суеты. Пока здесь встанем. Вот такая вот погода, ребята. Все в снегу. Охеренно, да? Заказ 1.05 кеф. Рейтинг пассажира 4.93. Ну, можно сказать, почти без кефа заказ. Но все равно его надо принять и выполнить. Потому что подача близкая 250 метров в 1 минута. Сейчас будем подавать машину. То, что рядом, это хорошо. Все, как видите, я подъехал. Стою ровно на той же точке, на которой указали. Оплата картой стоит. Наличку, сдачу вообще иметь не нужно. Супер. 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 Так, все, садимся. Прекрасная поездка. Вышло дольше, чем показал Яндекс. Карта из 709 рублей. Отличная поездка. Все, завершаем. Я взял тачку и буквально за один вечер наступила дикая зима. Сегодня еще утром, можно сказать, была осень. То есть, такого снега не было. Итак, ребята. Давайте сделаем небольшие выводы. Время у нас 18.11. Я сделал 7 заказов вообще за эти сутки. Начиная с нуля часов, да, вообще за субботу. 7 заказов в 5800 рублей. Из них, конечно же, уже списаны за аренду. Я еще хочу на завтра отбить аренду вперед. И у меня заканчивается скоро топливо. Нужно будет скоро заправиться. Активность плюс 13. Кэфы по Москве есть. Кстати, андроид нельзя мочить. А то сейчас будет глючить. И я не смогу даже принять заказ. Поэтому он должен быть в кармане. Я уже говорил в видео, да, то, что я больше на Camry и Optimum не хочу пересаживаться. Мне пипец как понравилось. Особенно сейчас актуально, да, когда вот снег валит. Снега очень много, да. Затерку убрать не стоит. Лучше взять китайский автомобиль. Вы можете сами попробовать. Это не реклама. Я никого не рекламирую, да. Geely Atlas Cherry Tigo 7 Pro. Сейчас еще Cherry Tigo 8, по-моему. Если даже покупать автомобиль на перспективу, можно реальный китайский автомобиль взять. Хоть я и люблю Mercedes и BMW. Но смотря на перспективу будущего в России, лучше, мне кажется, взять все-таки китайский автомобиль за дешево. И при этом с мощной комплектацией. И видок неплохой такой. Все, мне падает заказ. Госпитальный вал. 1 и 10 коэффициент. Я его, конечно же, беру. Все, поехали. В такую погоду постоянно АБС. Постоянно пробуксовка идет. Вот. Но мне нравится в такую погоду работать. Даже очень. Приезжаем в наш двор. Здесь у нас точка подачи. Вот это подъезд, по-моему. Очень узкий двор. Еле-еле толкаемся сейчас. Здравствуйте. Добро пожаловать. Да, есть такое. Так. Гальянова, да? Да. Буквально за вечер. Еще вчера осень была. Тебе через 15 минут нужно будет на месте, а тебе ехать. 25. А оно как-то начинает напрягать. Да. Так красиво. Да. Пожалуйста. Спасибо вам. Вам тоже всего хорошего. До свидания. Спасибо. 612 рублей стоила поездка. Комфорт плюс. Напоминаю, я не включаю другие тарифы, только К плюс. 6000 накатано, 8 заказов. Ждем дальше. Все хорошо горит. И это будет продолжаться до утра. И утром тоже. Да, в принципе, сейчас можно в любое время работать, когда тебе удобно. Всегда есть кайфы сейчас. Потому что предпраздничное время. Сразу следующий заказ. Потому что здесь машины толкались. Еле-еле выталкивались. Пришлось задом ехать где-то метров сто. Вот. Сейчас будем что делать? Выезжать. Ну, конечно, в такую погоду работать. На пузатерке еще сложнее. Типа Камри, например. На кроссовере одно удовольствие. О, прикиньте, знаете, на какую улицу я приехал? Где два года назад покупал вот эту камеру на авито булочную у мужика. Вот какой-то из этих подъездов последних. Нормально так. Я ее покупал, помню, за 15 тысяч. И она до сих пор работает. И до сих пор со мной. Ну, с нее начинался канал, по сути. С этой экшн-камеры. Все. Подали машину достаточно быстро. А так на этой тачке можно и на бордюр наехать. Заехать, точнее. И ничего не будет. Давай, ставься. Короче, нужен дорогой андроид. И за 30-50 нужно купить андроид, чтобы он не тупил. Очень медленно все срабатывает. Едем мы на Первомаяску улицу. То есть, из района Гальянова никуда не уезжаем. Он, значит, короткий и дешевый. Здравствуйте. Здравствуйте. Первомаяска, да? Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть... 49 рублей. 49 рублей. Все светофоры собрали, которые в Гальяново есть. А их тут... Каждый 100 метров высокая. У меня 98 активность. Сука, заткнись! Хватит мне комментировать. Мне это неинтересно. 9 заказов, 6,5 тысяч рублей. Вот. В принципе, неплохо. Наледь появилась на дворниках. Нужно выйти и потрясти немножко. Точно, у меня 3 деления осталось. Нужно заправиться. Вот как раз и дворниками займусь. Все-таки решил заправиться, заехать. Вот. Заодно дворники оттрясти ото льда. В 95-м буду заправляться. Полный пак. Рублей на 1800 примерно выйдет. Бак у нас с левой стороны. Поэтому подъезжаем отсюда. Здравствуйте. А мне, пожалуйста, 95-й и полный бак. Здесь только для второго. А? Для второго. А, 95-й есть? На задних. А, на задних? Вот. То есть придется отъехать, да? Ладно. Странно. Только на первой колонке есть. Ручник. Пешеходы сзади бегают. Вроде безлюдное место. Опачки. Как снимаешь? Нет, не ТикТок. ТикТок снимают вертикально, а Ютуб горизонтально. Вот там. Там и везде. Да, везде камеры. Согласен. Снимаешь, да? Ютуб. Да, да. Все. 95-й, да? Какая колонка? Первая колонка. Первая, да? Все, отлично. Ни хрена себе. Все во льду. Я этого даже не видел. Не во льду, а в снегу. У меня, оказывается, номеров не видно. Охренеть. Пипец. Я что, без номеров что-то езжу? Охренеть. Тут слой сантиметра два где-то примерно. А сзади как интересно. Сейчас посмотрим. А здесь нормально. Один литр 54 рубля. На 1872 рубля. Вышло. Вот. Номеров не видно вообще. Номеров не видно. Сейчас будем встряхивать. Это все. И с другой стороны точно так же. Но пока, кстати, ничего не примерзло. В лед не превратилось. Просто такая же каша. На состоянии тачки пипец. Все хорошо, только все залеплено снегом. Несмотря на то, что мы в Гальяново, все равно включаем ся, на линию, вдруг что-то дельное получится. Теперь мы дворники встряхнули. Топливо у нас полный бак. И мы абсолютно свободны. Накатанно 6500. 9 заказов. Очень круто. То есть меню становится очень похоже на iPhone. Даже карты, смс-ки такие. Вообще прикольно. Как будто у вас не Android здесь, а Apple. Можно WhatsApp открыть, телегу, Яндекс карты, навигатор. Пробки 4 балла. И это при том, что суббота вечер. Как они так умудряются ездить, что образовывать пробки. Я понимаю, это снегопад. Но вы хотя бы не гоняете, чтобы, если вы не можете тормозить, блин, чтобы пробки не создавать. Идиоты. Вообще идиоты полные. Я емал один заказ, уже построил маршрут. Вам не смог показать. Вот, когда сам заказ приходил, и уведомления. Просто не было времени отвлекаться. Нижняя Саре-Амьяническая. 2 километра 4 минуты. Район хороший. Оттуда люди, в принципе, адекватные. Зачастую бывают. Вот. Поэтому надеемся, что все пройдет гладко. Заказ без коэффициента. Обычный, зеленый заказ. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас посмотрим. Да. Вот здесь нормально. Да, да, спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. До свидания. 460 рублей ни о чем в такую погоду. 460 за 17 минут. Вчера ночью за 20 минут 1300 было. Все для сравнения. Движение адовое. Пипец. Снежная каша. Вообще, что творится? Очень тяжело водить. Многих заносит. Ни хрена не видно. Ну, короче, новичкам на дороге делать нечего. Это точно. Итого 10 заказов. 6830 рублей. Уже лучше, да? Чем мои прошлые смены. А время у нас только 20.09. Вот. Ночью тоже будут заказы, конечно же. Так и я сверну отсюда нафиг. С Тверской, Емской. Делать тут абсолютно нечего. Вот. С утра я ничего не ел, как я уже говорил. А вот сейчас просыпается дикий голод. Просто дичайший. Не знаю. У меня есть холодный чай из еды. Все. Больше ничего нет. У меня даже обычной воды нету в машине. Только чай остывший. И то на донышке осталось там что-то. Сейчас его буду пить. Вот он, кстати. Чаек. Там чуть-чуть. Пару капель осталось. Вот. Кэфов в центре нету. Нужно выдвигаться. Я не знаю. Сейчас что-то везде пропали. Можешь домой съездить. Это время использовать. Для приема пищи. Ладно. Решил домой не ехать. Потому что лучше доработать все-таки. Вижу много тачек по бизнесу. Вот. Сейчас очень востребовано будет. Ну, комфорт плюс тоже очень много машин. Вообще, автомобилей, такси, конечно, всегда много. Но сегодня, блин, пипец. Дикие пробки, конечно. Хотя выходной день вечером. Сейчас посмотрим даже сколько. Три балла. Двадцать девятнадцать время. Три балла, но чувствуется, как будто их больше, этих пробок. Все-таки решил я перекусить. Зато не поеду домой. Доработаю все-таки смену. Вон там вкусные точки находятся. Или любое другое заведение. Зайду туда и поем. Вот. Потому что уже невозможно терпеть. Уже время девять вечера приближается. Я ничего не ел весь день. А так спать пока не хочется. Немножко голода появилось. И еще. Ну, спина немножко побаливает. Потому что сидишь постоянно. Сколько я уже за рулем? Сейчас скажу. Часов семь, наверное, я уже за рулем. Вот. В тринадцать тридцать вроде я начинал свою работу. Вот. Ну, в принципе, пока еще все терпимо. Зашел в сурумечную. И в итоге взял шаурму с говядиной. И, ну, хорошее, качественное. И картофель фри с соусом. И еще сто рублей я взял колу зиро. Без сахара. Ну, буду запивать шаурму и картошку. Офигенно. А за окном снег идет, кстати. Как сказать, пока шаурму готовят, буду запивать это все колой. Все, готов мой ужин. Это шаурма острая с соусом, чесночный соус, картошка фри. Вообще супер, супер. Вот я сейчас сюда присяду. Это все буду есть. И потом продолжу работу. Время у нас позволяет. Пока что девяти нету. Но считайте, 15 минут у меня. Примерно до девяти, девяти, десяти. Можно принимать пищу. Не спеша. А торопиться в этом деле точно не надо. Вот. Потому что пока еще спать не хочется. И у меня есть силы для того, чтобы работать. А, руки помыть надо. Все, руки помыл. Аж в губах все пересохло, потому что я ничего не пил, ничего не... Неплохое заведение. Тут шава. И еще можно футбол смотреть. Марокко играет. У меня осталась кола. Где-то 0,25 еще. В машине она опять нагреется, конечно. И не такой классный будет. И газированный. Вот в этом заведении я ел шаву. Шаву я купил с говядиной. Не с курицей. Она подороже с говядиной. Чтобы на дольше насытиться. И вообще курицу не переношу в последнее время. Так, тут уже стоят две тачки. Такси. Задняя моя. Чуть-чуть времени прошло. Уже вся снегом покрылась. Нельзя надолго оставлять. В такую погоду. Кола Зеро у меня будет лежать где-нибудь здесь. Вот. Если захочу, выпью. Кстати, данный таксопарк использует приложение Такси Элемент. На балансе 5 тысяч у меня. За вычетом всего. То есть у меня на завтра аренду есть. И на топливо. Все это давно уже перекрыто. Тут отображаются заказы. Очень удачно поел. Пока ел уже здесь цены на такси выросли. Это очень хорошо. Вообще по всей Москве выросли. Пока я отлучился на полчаса всего лишь. Так, падает заказ. 4.96 рейтинг. Коэффициент 1.83. То есть цену умножаем на 2. Это очень даже круто. Только вот у меня окна еще не успели проведиться. Полтора километра, 5 минут. Неплохой адрес. С удовольствием выполнил этот заказ. Тем более по моему знакомому району. Все, заезжаем. Пока ехал, и то полностью стекло не распотелось. Прикиньте. Пассажир пишет, что уже выходит. Поедем на Цветной бульвар 26, строение 1. Здравствуйте. Цветной бульвар 26, строение 1. В зоне действия камеры 684 рубля. Блин, тогда уезжаем. Оказывается, здесь камера Falcon, который фиксирует остановку и выписывает штраф 3 тысячи рублей. Ну, со скидкой полторы тысячи. Вот, уезжаем по-быстрому тогда отсюда. Я не люблю вообще Цветной бульвар. Ну как, для пешего человека может и нормально, но для водителя это сущий ад. Нигде нет парковок обычно, но сейчас, ладно, суббота. И люди стоят в 2-3 ряда, паркуются кое-как. Выезжаем обратно на Садовое кольцо, в сторону Сухаревской поедем. Итога пока имеем. 11 заказов, 7400 рублей. Вот, можете сами посмотреть. 7400 рублей. 11 заказов. В принципе, нормально. Не, могло бы быть и лучше, конечно. Могло бы быть и лучше. Я просто свой профессионализм уже давно утратил, поэтому с меня спроса нет. А если бы я сейчас в доставке работал, я бы был на таком же велике. Снежном. Знаете что, кэфы горят. Я, блин, уже целый круг сделал. С Цветного бульвара приехал обратно на Бауманскую и до сих пор нет заказов. Хотя с кэфами все хорошо. Диагностику посмотрел. Яндекс.Про. Никаких ошибок нет. Поэтому сейчас буду что-то мудрить, что-то придумывать, чтобы все это заработало. Так, уже где-то полчаса, наверное, нет заказов. Я не знаю, что происходит. Хотя я нахожусь в районе, где, в принципе, куча ресторанов. Это метро Бауманская. У меня активность плюс 13. Время 22.00. Везде кэфы горят. Максимальные коэффициенты 3.5. То есть, цена на поездку умножается на 3.5. Очень даже мощно. Вся тачка уже в снегу. Номера закрыты. Кстати, нечитаемые номера, за них можно получить штраф. 5.000 рублей. Поэтому убираю при вас. Хотя другие водители, как правило, это не делают. Они не убирают. Все равно не видно. Но это лучше, чем если бы это было бы закрыто двухсантиметровым слоем снега. Температура 0 градусов. То есть, весь снег, который идет, он тает. И из-за этого на дороге снежная каша. Сейчас, наверное, буду включать комфорт, если заказов вообще не будет. Других вариантов я не вижу. О! И сразу заказ. Как хорошо, что видео включил. Может, потому что я в машине сидел, заказов не было. Коэффициент 1.09. Комфорт плюс. Рейтинг 4.95. В принципе, хороший рейтинг пользователя. Да, ребята, серьезно вам говорю. Покупайте... Ой, не покупайте, а берите в аренду автомобиль китайский. Реально, не пожалеете. Тут даже обогрев хлопового стекла есть. Вот я его сейчас включил. Обогрев сидений, обогрев чего только можно. Офигенно. А, ну, я и подъезжаю. 90 метров осталось. Сейчас, секунду. Здравствуйте. А вам? Здравствуйте. Куда? А, да. Береговой 3, подъезд 1. Верно. Да. Слышите. Не забывайте. Не обязательно сносить. Не обязательно. Все, доехали, доехали в крутой район. Береговой проезд 3. Оплата карты 782 рубля. Отличная пассажирка. Сейчас сумма увеличится. Уже 12 заказов. Итак, сумма наката 7 849 рублей. Как думаете, нормик? Почти 8000. Кайфы до сих пор мощные. Вообще, жесть. Короче, кто хочет работать, приезжайте в Москву. Сейчас самое время. Хотя, может, сейчас и в регионах нормально. Я не знаю, как там в регионах. Короче, я офигел. Со стороны этот ЖК, да, вот эти ЖК, они смотрятся как будто элитные небоскребы Шанхая. Но когда заезжаешь, ты просто в шоке, насколько нищие дворы. Машинами заставлено абсолютно все. Вон в том дворе, где магнит, да, магнит-магазин, там два ряда по обоей стороны. И ты еле-еле протискиваешься. Короче, как в Гальяново. Если парковочных мест нет, или все заставлено, да, это первый признак того, что район самый ушлепанский. И там жить невозможно. Как раз это и есть, по сути. Типа апартаментов. С хреновой шумоизоляцией. Пипец. Я думал, здесь очень круто жить, если честно. Наконец-то снег убираю. Только мы теперь плетемся за снегоуборочными машинами. Не можем быстро поехать. Сейчас я попробую протиснуться через них. Они оставляют промежутки, чтобы их могли обгонять. Небольшие промежутки. Ну, в принципе, я никуда не тороплюсь. У меня пока заказа нет. Я пока что пустой еду. Возле Сити. Итак, принял еще один заказ. Бля, заткнитесь, дворники заебали. Короче, 4 минуты подачи, полтора километра. Не могу записывать, не успеваю. Плюс снежная каша, плохая видимость. Поэтому показываю время подачи только после того, как принял уже заказ. Я не могу одновременно снимать, потому что это опасно сегодня. Вот. Сейчас быстро подадим машину. Это был К+. У меня по-прежнему только К+. Еще ни одного заказа по комфорту я не выполнил сегодня и не собираюсь. Вот. Работаем дальше. Все круто. Время 22.45. Спать пока еще не хочется. И еще я острую шаурму съел вообще. В животе классно. В животе весело и задорно. Все, подъезжаю. Развернулся прямо через твои сплошные. Потому что здесь вообще разметки не видно. Вофиг. Зато быстрее всех это сделал. Здесь у нас точка подачи. Ожидание еще 2 минуты. Блядь! Я случайно нажал, поехали, прикиньте. Эта кнопка, короче, она автоматически проставилась приложением Яндекс.Про. Кнопка на месте. Сейчас нужно будет звонить тогда. Прекрасно. У меня деньги закончились на счету. Здравствуйте. Вы вызывали, да? Вы вызывали? Ваши 6.2? Да. Сейчас, секунду. Здравствуйте. Коттеджный поселок резиденции Рублева. Да? Да. Отлично. Просто этот. Да, сколько она у меня хотела. Смотрите, кнопка автоматически проставилась. Сейчас посмотрим. 24 минуты. Нормально? Ну да. Отлично. Вы там не слушаете набегать? Сейчас перерапород на правду. А, сюда, да? Ну нет, нет. После завязыва, да? Да. Направо. Направо. Сейчас. Можно, в принципе, и второй поворот, наверное. Да? Да. Да, здесь. О, точно. Оттуда можно попробовать разогнаться. Если получится. Благодарцы, дом. нахожусь резиденции рублева коттеджный поселок короче очень богатые дома здесь капец одни гелики и рейндж-роверы стоят 708 рублей но здесь нет не почистили в горку заезжали короче мы сейчас на холме находимся еле-еле заехал со второго раза с разгона мы имеем 13 заказов 8341 сейчас может еще сумма прибавится не знаю но 8 с лишним сегодня уже накатана отлично такие прикольные здесь дома mercedes ты че-то под навесом ель мне пассажир сказал что здесь даже находится дом у бывшей жены путина людмилы путиной но я точно не знаю вот он так сказал офигенные гаражики одни премиальные тачки lexus что там еще гадилак эскалейд елки у них классные кстати после дома всех же сада хороший поселок очень даже лежащий полицейский мне нравится у них перед гаражами вот эти навесы где можно тачку ставить не обязательно гараж загонять вот видите здесь горка и мы еле-еле заехали сюда потому что там нужно было повернуть сейчас под горку конечно легко спускаться в принципе вот сюда я не мог заехать коробки на самом деле достаточно круто въезд в поселок только через ворота двери открывают ворота точнее себе резиденции елки все с гирляндами тут еще чел из бизнеса на mercedes е класс заехали с ним под кирпич пытаемся выехать вообще из этого района но никак не получается по говном едем по самым кривым дорогам у него табу затерка а у меня ладно еще кроссовер короче я попал на стройку тут экскаватор и бетономешалка они заливают бетон это просто жесть так сейчас еще урал пропускаем 1 строительная техника заезжает таксист еще один заезжает много техники широкой и толстой заезжает поэтому я все еще здесь толкаюсь это просто ужасно ребята это просто ужасно ты не зарабатываешь ты не с пассажиром стоишь да вот короче полная же пенсии вообще попал в область называется но я еще и возле мкада я поэтому никогда стараюсь не выезжать в область я в аэропорт тоже самое простое это работать в пределах там ттк и недалеко ттк это было бы неплохо поставил кнопку домой чтобы в сторону центра подбросила меня пока заказов нету вот и тачки уже который занесло на снежной каже можно легко такое сотворить вот такая обстановка у нас на краснопресненской метро баррикадная очень медленно движемся снежная каша службы эти спецслужбы не успевают убирать снег поэтому карабкаемся как можем а тут еще брусчатка кстати вместо асфальта получил еще один заказ пока на 100 фоль стоял метро смоленская 3 минуты 16 километров сейчас будем подавать машину все и уже после этого заказа сейчас нас время 23 53 уже наступит полночь то есть следующий день уже получается воскресенье наверно воскресенье и заднюю деньги и мы получается заработали где-то девять тысяч мы накатали практически прикиньте неплохо неплохо и так отправная . у нас будет азимут отель в принципе там все адекватные пассажиры были главное чтобы они быстрее вышли потому что там в принципе негде встать все занято бывает обычно все мои пассажиры по ходу нет а где мои тогда и где я встану парковки нету вообще все оказывается пассажиры уже здесь совсем тяжко здравствуйте не пристегни мне ноги сейчас мальчик сядет к вам хорошо здравствуйте здравствуйте глябка первый костанский проезд один будет окан Там нормально тебе, Ириш? Ну и вообще прекрасно. Нормально? Вообще отлично. Это лифан или черри? Это черри. Сколько сейчас? Плюс один, плюс два? Сейчас ноль. Слева. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Очередной заказ. Первый Нагатинский проезд. 776 рублей. Ценники все прекрасные, высокие. Наступили новые сутки и у нас 0 рублей. Прикольно. И активность 100. Потому что я беру все заказы. Кэфы высокие в этом районе, где я сейчас нахожусь. Итак, еще один заказ. Подача 7 минут 3-4 километра. Уже еду. Принял заказ. Опять не успел. Ну точнее не захотел снимать, как заказ падает. Если так дальше будет продолжаться, это значит, что даже я, даже я, с моим темпом работы буду зарабатывать в такси в декабре. В декабре. Вот. То есть можно, не напрягаясь, очень хорошие зумы зарабатывать в декабре. Не важно на чем. В такси, на доставке и так далее. Цены очень высокие. Пассажиры и клиенты готовы раскошелиться. Это очень радует. А вот и мой адрес. Вот здесь. Мне нужно будет развернуться, чтобы по ту сторону Варшавки сейчас поехать. А так клиенты все сегодня радуют. Очень даже. Все достойные. Нет бухих. А, были выпившие последние, короче. Но они пипец себя так классно вели. Лучше, чем многие трезвые, между прочим. Все, сейчас будем разворачиваться. То есть пьяных нету, несмотря на то, что выходные. И так постоянно, кстати, в Comfort Plus я заметил. Пьяных нет, никого нет. Одни адекваты. Очень круто, конечно, на такой машине работать. Очень. Больше на седан пересаживаться неохота вообще. Даже на бизнес неохота пересаживаться. Потому что там строгий костюм нужно одевать. А это не всегда уместно. Лично для меня. А тут заказы тоже очень дорогие, между прочим. Так. Очередная дворовая ситуация. Точка где-то там посреди двора стоит. Но мне пофиг. 60 метров осталось до подачи. Сейчас будем отмечаться. На минуту раньше приехал. Так. Варшавское шоссе. 16 корпус 3. Куда мы поедем? Улица Гришина. Блин, я не помню где-то улица Гришина. Но сейчас узнаем. От тарифа бизнес осталась только фотография. Вот. Но тоже неплохо. Бесплатное студийное фото. Пассажир идет. Здравствуйте. Улица Гришина, да? Отлично. Звучитfera. Улица Гришина. Улица Гришин. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Двор такой, здесь нельзя развернуться Ну можно, просто в 10 итераций приходится разворачиваться Поэтому я решил просто задним ходом выехать Снегоуборочная машина везде, кстати Убираю А вообще да, китаец рулит Китайский автопром рулит Кстати, у него еще руль поворачивается легче, чем у остальных автомобилей Прям реально Не просто крутишь, а по инерции толкаешь Он даже крутится Прям вообще прикольно Классно Если бы заказы всегда были такие классные То я бы, наверное, может из такси не ушел бы Не, я бы в любом случае ушел бы Другой способ нашел бы заработку Но Я бы чаще выходил бы Не только ради роликов Но еще и для реального заработка Кстати, у меня еще кола осталась Кола Zero Она очень помогает Она сладкая И заново возбуждает нервную систему У тебя повышается настроение И можно работать Не обязательно сахарную колу пить, да? А вот достаточно такую Блин, какая же она классная Какая она сладкая Ну вообще Сразу с себя приходишь Если даже спать хочешь О, заказик 1.21, Кеф Принимаю Здравствуйте Здравствуйте Слушай, вот интересно Все-таки у них же сверху А, у них не жилые сверху дома Нет, нет Поэтому мы никого не из-за этого Да, вот я про это думала Что если здесь жилые дома Отличные пассажиры Кстати, вот они вышли 576 рублей Ну дешевый заказ Но за 20 минут Что я хотел Тоже неплохо Тоже неплохо В итоге за полночь уже 1319 рублей И два заказа Уже новая дата наступила В итоге почти там уже 10 тысяч уже накапливается Между прочим 10 тысяч рублей Да А за рулем я уже 12 часов Охренеть 12 часов Так, смотрите Кефы горят Но я думаю Пора бы уже Заканчивать Я не хочу Потом Опять ночной образ жизни вести У меня график Режим собьется И я буду Опять лунатиком Так что Пока что отключаю Наверное Кнопку домой Сейчас буду ставить Точно Все Домой мне ехать Где-то Сколько мне ехать А мне еще развернуться Надо 33 минуты 25 километров Только К+, У меня домой включен И сразу же Заказ в сторону дома Только я развернулся Оленинский проспект 152 Курбус 2 Вот как раз В сторону дома Заказ И лягу я все равно Даже с учетом того Что сейчас приеду Не раньше 3 утра Вот такой маршрут Кривой весь Через лежачих полицейских По двору У меня еще есть силы работать Но они просто на исходе Я не хочу Знаете Прям до последнего До победного работать Нет смысла Сейчас 2 часа ночи будет Вот Сколько там Подачи 5 минут Короче я домой Приеду наверное Где-то в 3 часа ночи Даже учитывая то Что я сейчас заканчиваю По кнопке домой Потому что Вот эта кнопка домой Заказ последний Она же Не прям до дома Меня довезет Нужно потом еще До дома добираться Искать парковку Сделать завершающие Завершающие выводы Какие-то Это все Вот Поэтому Логично заканчивать Именно сейчас А время сейчас 1 час 36 То есть Глубокая ночь Очень даже А кэфы Они рано или поздно Все равно исчезнут Поэтому Особо рвать Жопу я не вижу Смысла Через 2 минуты 2 минуты Все Хорошо 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 Это звонил Пассажир Спросил Через сколько буду Через 2 минуты Я сказал Ну по факту Так и есть Это хорошо Что они звонят Потому что Значит они меня ждут А я еду Так Лишь бы адекватные были Самое главное Самое главное Здравствуйте Здравствуйте Начинаю связь Начинаю связь Какое время по времени ехать? 46 минут Ну это до окончательной точки До морей До муничков Коммуера Да Это общее время Ну 20 миллионов У тебя ехать Ну 25 Ну да Где-то 25 Потом налить После того Как мы ее возьмем По одной Более Все Заберем Заберем Лояльно Второй подъезд Хорошо Вот здесь Спасибо Всего доброго Пожалуйста До свидания 1224 рубля Отличные пассажиры Все пассажиры просто красавчики Все И теперь мы едем домой Сделаем итоги В итоге за рулем Я сейчас Где-то 13 с половиной часов Не все 13 с половиной часов Конечно работал Полчаса был Обед Где-то полчаса Да И еще полчаса Всякие процедуры Типа заправка автомобиля Вот Перекур И так далее В итоге Час не работал 12 с половиной часов Получается Отработал Да Но все равно В городе находился И вне дома Достаточно длительное время Очень сильно Конечно же Устал Утомиться Спина болит Один раз Всего лишь ел Очень важно Спать уже сильно хочется Правильно все-таки Сделал Чтобы он ставил кнопку домой Потому что Если бы сейчас еще Работал бы И не ставил бы кнопку То сейчас уже страдал бы Где-нибудь Возле МКАДа Вот Нужно заранее тоже Думать о воздухе Итак Viva Rosmista Home Масла чистое Время 2 часа ночи 46 минут Ну вот Хотя я раньше закончил Просто я Сюда ехал Еще парковался В моем районе Слава богу Места для парковки есть Смотрите Что получилось Больше 11 тысяч У меня вышло 12 тысяч рублей Я накатал За 12 часов Где-то 12 тысяч рублей В час выходит Прикиньте Чистыми Охренеть А не Не чистыми Отсюда нужно Вычитать аренду 3000 рублей Плюс 100 рублей Страховка И 2000 рублей Топлива Получается 5 Короче 7,5 тысяч Чистыми За 12 часов Работы Не знаю Много-то Или мало Я не знаю Но сейчас Под Новый год Я думаю Каждый сможет Даже я смог Видите Даже я Человек Который Как правило Работает Спустя рукава Скажем так То если вы работаете В такси давно То вы заработаете Намного больше Мне кажется Чем я Устал ли я Если честно Немножко Да Спать охота Но я бы Продержался еще До самого утра До 6 утра Я бы продержался Но уже Ломит спину В моем случае Это нецелесообразно Да Деньги важны Но не настолько Чтобы я Прямо сейчас Там до 6 утра Пахал Вот Машина ни разу Не подвела И Как сказать Чувствуешь себя Королем на дороге Это действительно так Очень крутая тачка Очень большая Мне все нравится Так Ну а вы Подписывайтесь на канал Подключайтесь К моему парку Деньги в такси Чтобы получать Такие же жирные заказы Как у меня И если Кого интересует Аренда автомобиля Я вам подскажу Ну этого автомобиля Вы можете в любом парке Ее взять Черри Тигу Джили Атлас Любой китайский автомобиль Я рекомендую вам Все таки попробовать Все А с вами я прощаюсь Всем пока Вот смотрите За 10 декабря Это было вчера 8881 рубль 14 заказов И за сегодня После полуночи 2175 рублей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok